Друзья, всем привет! С вами Виктория. Сегодня готовим торт Шарлотта. Это торт без выпечки, который готовится из пяти основных ингредиентов с фруктами или ягодами. Подойдут любые фрукты или ягоды по сезону или по вкусу. Получается тортик очень вкусный, готовится быстро, но требует пропитки. Как всегда, если видео вам понравится, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал. Желатин заливаем, у меня здесь 10 грамм, водой и оставляем на 10 минут. Клубничку хорошо моем, убираем вот эти хвостики и нарезаем на средние кусочки. Для удобства я разделила клубнику напополам. Одну вторую часть, здесь у меня 200 грамм, нарезаем на небольшие кусочки. Это нам пойдет в начинку. Выдавлю половинку одного лимона и поливаю клубнику соком лимона. Добавляю одну столовую ложечку сахара. Сахар можно не добавлять, это по вкусу. Если у вас, например, очень сладкая клубника, то можно сделать и без сахара. Клубника, которая пойдет в начинку, готова. Пока ее отставляем. И вот из этой клубники, которая нам пойдет непосредственно в крем, приготовим клубничное пюре. Добавляю сюда немножко сахара и перебиваю погружным блендером. Если вдруг у вас нет погружного блендера, то можно протереть клубнику через сито или хорошо растереть вилкой. Пол половника примерно я отолью, чтобы растопить в нем желатин и один половник пюре для того, чтобы обмакивать в нем печенье савоярди. Отложенный половник пюре поставим в микроволновую печь на одну минуту. В разогретое клубничное пюре добавляем желатин. Он у меня уже хорошо набух. Отжимаю его и перемешиваю. Желатин полностью растворился в пюре. Переливаем его в основную массу и еще раз все перемешиваем. Отставляем пюре, чтобы оно немного остыло. И пока подготавливаем сливки. Сливки должны быть очень холодной и минимум 30 процентной жирности. В сливки добавляем сахарную пудру. Я добавлю три столовые ложки. Разбиваем сливки до загустения. Когда на сливках начинает оставаться заметный след от венчика и вот такие пики, значит крем достаточно взбит. Клубничное пюре с желатином у меня полностью остыло. И теперь добавляем его в сливки и все перемешиваем с помощью лопатки. Добавляем сразу все пюре и все аккуратно перемешиваем. Не переживайте, если масса у вас получится слишком жидкая. Так как мы добавляли желатин в холодильнике, потом все хорошо схватится. Наш клубничный крем мусс готов. Крем пока убираем в холодильник и займемся сборкой торта. Собирать торт я буду вот в такой формочке. Эта форма специально для сборки торта шарлотта. Получается очень удобно. Она вот так потом закрывается. Если же у вас такой формочки нету, то по такому же принципу можно собрать торт в любой форме. Кстати, на моем канале уже есть два видео, где я собираю такие же тортики в обычной разъемной форме для торта. Или даже можно использовать вот такую, типа кастрюльки, приложить ее пищевой пленкой и таким же способом собирать торт. Печенье савоярди обмакиваем вот с этой стороны, совсем немного в отложенный сироп. И вот таким образом выкладываем формочку. И также продолжаем по всему кругу формочки. Обмакиваем печенье и выкладываем. Сильно обмакивать не нужно, совсем немножко. Иначе печенье у вас размякнет. И теперь таким же способом выкладываем донышко. Донышко, если у вас, например, получится, вот у меня как раз вмещается один, но если, например, точно не умещается, то можно подрезать ножом. И вот здесь у меня осталось немножечко места. Я подрезала и укладываю, чтобы донышко было полностью у нас уложено. Теперь берем крем и выливаем примерно до половины печенья. Немного разравниваем. Добавляем клубнику, которую мы готовили в начинку. И еще немножко крема. Опять разравниваем. Закладываем второй слой печенья. Теперь его обмакиваем с другой стороны. Немного прижимаем, утапливая печенье в креме. И сверху выкладываем вторую часть крема. И все аккуратно разравниваем. И вот этой стороной выкладываем дно. И вот что в итоге у нас должно получиться. Накрываем пищевой пленкой или крышкой и убираем в холодильник минимум на 4 часа, а лучше часов на 6 или на ночь. Торт у меня простоял в холодильнике всю ночь. Убираем крышку. Убираю пищевую пленку. Сверху накладываю тарелку и переворачиваю. И аккуратно достаю торт из формочки. И вот что у нас в итоге получилось. Я немножко подровняла крем сверху. Подготовила клубнику и буду украшать тортик клубникой. И вот такая красота у нас получилась. Получается очень красиво, сочно, вкусно. Давайте же поскорее отрежем кусочек и попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok